Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 90-летия системы образования в Ненецком округе, прошел в Нарьинмаре. Участие в них принимали более 50 руководителей образовательных учреждений региона. Первым в списке событий стало окружное совещание руководителей образовательных организаций Ненецкого округа. Затем двухдневный семинар-тренинг. Обучающий семинар организован при поддержке главы региона и профильного окружного департамента. Подробности у Ольги Русул. Совещание было приурочено к профессиональному празднику педагогов Дню Учителя. Вопросы, которые поднимали собравшиеся, касались разнообразных аспектов профессиональной деятельности. В частности, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов обратил внимание руководителя образования на новые меры региональной поддержки образовательных учреждений. Речь идет о выплате северной надбавки для приглашенных педагогов, компенсации расходов по найму жилья для преподавателей профессиональных образовательных организаций. В свою очередь, заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Исидорова поблагодарила руководителя учреждений за работу в рамках реализации национальных проектов. Я хотела, знаете что еще, поблагодарить проектную группу, возвращаясь к нацпроектам. Летом проектная группа хорошо отработала, отработали сотрудники департамента, отработали ряд руководителей школ, которые были задействованы. Результатом этого стало о том, что мы победили в ряде конкурсных отборов. «Точка роста» – это кабинет с партами и компьютерами, оформленный в едином стиле, место, где дети могут заниматься изучением физики, математики, информатики, технологии в новых условиях. Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного образования для школьников. Запуск «Точек роста» проводится в рамках реализации регионального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Планируется, что такие центры откроются в некоторых городских школах и в новой школе поселка Индиго. Сейчас идет обсуждение и выбор кабинетов для центра закупка оборудования. Сейчас еще как раз обсуждается, где будет расположена эта точка роста. То есть идет подготовка к оформлению помещения и приобретение оборудования. Где оно сейчас находится, я вам не могу сказать, потому что существуют определенные условия. Это и площадь определенная, это и количество помещений. То есть мы сейчас обсуждаем этот вопрос, но я думаю, что к завершению строительства мы все успеем организовать, сделать. И как раз к открытию новой школы у нас появится и такой, я считаю, что очень интересный, стратегически важный объект в школе. Лина Гущина, руководитель Департамента образования, культуры и спорта, отметила значимость национальных проектов и проекта образования в частности. Реализация национальных проектов, она складывается не только из денежных средств, еще чего-то, а вот именно главная составляющая ее, это реализация этого национального проекта. У нас, напочеркно, не один, да, тот, который эракулирует в портале. Думаю, как я ранее говорила, что мы по всем национальным проектам работаем вместе. Это и национальный проект демографии в части спорта, национальный проект образования, национальный проект культура. Они все тесно взаимосвязаны. На совещании также обсудили дальнейшее развитие системы образования в регионе, в том числе и будущее трудоустройство студентов средних учебных заведений Нарьинмара. Самое актуальное – это какие специальности актуальны сегодня в округе, в чем и в каких профессиях сегодня нуждается округ, и что мы будем брать на следующий год, каким образом мы будем развивать дальнейшие world skills, и как мы будем проводить демонстрационный экзамен, какие формы, по каким направлениям. Это, наверное, основные вопросы, которые мы сегодня решаем. И не менее актуальный для нас вопрос – это куда пойдут потом работать наши выпускники, потому что насколько они сегодня востребованы. Серия мероприятий, приуроченных к 90-летию окружной системы образования, продолжилась с двухдневным семинаром-тренингом «Высокоэффективный руководитель новый уровень лидерства и управления для руководителей образовательных учреждений». Обучающий семинар с приглашенным экспертом организован при поддержке главы региона и профильного окружного департамента. Программа семинара включает вопросы создания работоспособной обстановки в группе, планирование деятельности, принятие управленческих решений, методов командообразования и другие. Эти технологии проверены временем, они применяются на самом деле в различных отраслях, потому что руководитель – это в любом месте руководитель. Это человек, который умеет организовать труд, умеет организовать людей и способен воплощать и достигать определенной цели, приводить свои команды к результату. Участие руководителя образовательных организаций региона в данном семинаре позволит повысить профессиональную успешность, освоить наиболее эффективные коммуникативные технологии, овладеть методиками сплочения коллектива и приемами творческого подхода к решению сложных ситуаций. В этом году совещание руководителей проходит в совершенно новом формате. Сюда включены двухдневные тренинги под названием «Высокоэффективный руководитель, новый уровень лидерства и управления». Сюда входят такие обучающие аспекты, как умение работать в команде, умение работать с коллективом, включен передовой опыт и технологии ведущих как отечественных, так и зарубежных психологов. «Очень необычный формат. Мы привыкли к учебе – это как лекции, теория, материалы, которые даже бывают несовместимы с практикой. А тут все наоборот. Через практику, через тренинги, через кейсы, через занятия мы осваиваем и выходим сами на теорию. Для себя мы определили, какими руководителями. Мы расписали своих работников, какие у нас, как лучших к ним найти подходы. Но самое, что интересно, вот на этом тренинге собралось 50 руководителей из отдаленных населенных пунктов, руководителей образовательных учреждений. За один день мы настолько сблизились, мы не могли сблизиться вот так вот за все годы работы». По окончанию курса руководители получили сертификаты, подтверждающие обучение.